Карбоновых полигонов. Эти карбоновые полигоны уже приступили к тому, что занялись своей инфраструктурой, закупкой оборудования, подготовкой кадров, проведением первых исследований на карбоновых полигонах. Где-то уже берут пробы, где-то высаживают быстрорастущие растения, поэтому проект достаточно активно развивается. Но сегодня мы поговорим преимущественно о морских участках карбоновых полигонов. Такие участки есть не только на Сахалине. Морские участки рассматривают и Балтийский федеральный университет на своем карбоновом полигоне, Институт окинологии на участке в Геленджике, Черное море. И Сахалинский карбоновый полигон, Сахалинский госуниверситет также рассматривает морской участок как один из приоритетных. Также, насколько я знаю, нас планируют войти в этот пилотный проект и Дальневосточный федеральный университет, у которого есть большая экспертиза по этому направлению, соответствующее оборудование. И, безусловно, я надеюсь, что эти планы состоятся. Я бы хотел предоставить слово Сергею Константиновичу Гулеву с его докладом о шестом оценочном докладе Международной группы экспертов по изменению климата. Сергей Константинович, добрый день. Добрый день, Антон Павлович. Слышно меня? Да, очень хорошо слышно. Очень хорошо, да. Спасибо большое, Антон Павлович. Я действительно по просьбе организаторов и по своему предложению в связи с вот этой сессией по карбоновым полигонам, я открою вот эти презентации, которые здесь будут, докладом о шестом оценочном докладе Международной группы экспертов по изменениям климата. С одной стороны, это более широкая тема, чем тема карбоновых полигонов, чем тема инвентаризации климатически активных газов. Но, с другой стороны, без этого, так сказать, сама работа по инвентаризации климатически активных газов, сама работа по возможному снижению, повышению, вернее, скорее, секвестрации и снижению их присутствия в атмосфере, она, вообще говоря, невозможна и не имеет смысла, потому что именно вот эти доклады, там, третий, четвертый, пятый, шестой, ну, в том числе, первый и второй, хотя я вот участвовал только в последних четырех, они составляют именно ту научную основу, которая, вот, дает основания для того, чтобы, так сказать, активно этим заниматься и показывает то, насколько интенсивно и насколько быстро надо этим заниматься. Вот, шестой оценочный доклад межправительственной группы экспертов по изменениям климата, он был выпущен из-под эмбарго 9 августа 2021 года, вот, совсем недавно, и был принят правительственной, межправительственной сессией, так сказать, она происходила виртуально с 26 июля по 6 августа, и, несмотря на то, что эта сессия происходила виртуально, и вся работа в течение последнего года, вообще три года продолжалась работа, но вся работа на доклад в течение последнего года происходила виртуально, никаких скидок на качество доклада не делалось, никаких, так сказать, каких-то понизительных нот для того, чтобы сказать, ну, нет, этого не делалось, никаких претензий к качеству в этом смысле быть не может. Я буду говорить о том, каковы основные выводы этого доклада, ну, например, в сравнении с пятым оценочным докладом, и что здесь абсолютно нового. Вот первое, о чем хочется сказать, что если раньше мы утверждали, что неоспоримым фактом является потепление, и здесь это повторяется в этом докладе, что беспрецедентным за последние две тысячи лет является глобальное потепление и его скорость. Это потепление, начиная с 1850 года, составило 1,1 градуса, но что важно, что с той же степенью уверенности в этом докладе мы говорим о том, что это потепление является результатом деятельности человека и, в первую очередь, выбросов климатически активных газов. То, что я сказал, отражено и на первой картинке, но вот важно, что на второй – это результаты моделирования современного климата, и в том числе наблюдений, в черной линии показанном, и вы видите, что только с учетом выбросов климатически активных газов мы можем воспроизвести современный климат. Всеми моделями, вот их диапазон вот здесь вот показан. И если вы... Сергей Александрович, я прошу прощения, я вас перебью. Сергей Александрович, мы не видим картинки, а вы нам открыли ее? Ой, простите, ради бога. Да, наверное, надо было мне сразу об этом сказать. Да, я забыл открыть. Это моя вина, действительно, в экспрессоне, видимо. Вы мне должны разрешить открыть скрин. Можете мне разрешить это? Да, сейчас, одна секунда. Коллеги там могут это сделать? Все разрешили. Да, вот теперь видно, да, наверное? Нет, пока не видно. Антон Павлович, видно? Нет, не видно. Сейчас там коллеги разбираются, почему не видно. Антон Павлович. Сергей Александрович, вы слышите? А, все, видно, отлично. Сергей Александрович. Да, да. Все, нам видно, видно, да, отлично. Видно, да, спасибо большое. Да, я очень извиняюсь за вот это произошедшее, значит, я забыл, забыл расширить скрин. Да, значит, я тогда очень кратко повторюсь, что доклад посвящен, вот, мое сообщение представлено шестом оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по климатическим изменениям. Я сказал, когда он был принят, и в чем его особенности. Я показал вот эту картинку и сказал, что у нас, значит, этот доклад является важным в том смысле, что он содержит много нового по сравнению с предыдущими оценочными докладами, и в том числе по сравнению с пятым оценочным докладом. И вот пятый оценочный доклад, собственно говоря, говорил с большой степенью уверенности, практически, так сказать, виртуально сотен, то есть, что это является неоспоримым фактом, что у нас имеет место глобальное потепление. В этом докладе это подтверждено, оценено количественно, 1,1 градуса, начиная с 1850 года, и это беспрецедентное потепление за последние 2000 лет, и в смысле его магнитуды, и в смысле его, так сказать, скорости этого потепления. Вот здесь вот показан этот бар, который показывает то, что происходило даже за 100 тысяч лет, но мы об этом, так сказать, с той же степени уверенности не говорим. А главное, что мы с той же степени уверенности теперь говорим о том, что это результат влияния деятельности человека и, в первую очередь, выбросов климатически активных газов. И вот здесь, на правой картинке, вы видите результаты моделирования глобальной температуры в сравнении с ее, так сказать, измерениями. И вы видите, что только учитывая выбросы климатически активных газов, вот эти 100 моделей, 106 конкретно, которые были в шестом оценочном докладе, могут воспроизвести современный климат. И что, учитывая все остальные факторы, но не учитывая выбросы климатически активных газов, мы не можем воспроизвести современный климат. И вот эти доверительные интервалы, их полное расхождение показывает то, что это, так сказать, очень высокая вероятность. Вот что говорят, так сказать, сами климатически активные газы. В первую очередь, это вводись углерода. На сверху вот здесь вот показано Н2О и метан вот посерединке. Их рост в последние, буквально, так сказать, там короткий период относительно там вот 800 тысяч лет. Вот никогда за последние 800 тысяч лет мы не наблюдали таких концентраций климатически активных газов, в первую очередь, СО2. Сегодня концентрация достигла, ну, это мы делаем цифру на 2019 год, но сегодня концентрация достигла там 412 ppm. Это беспрецедентная цифра и тоже беспрецедентен ее рост. И вот здесь вот показано, собственно говоря, поведение за последний очень короткий период, который вы вот на этой очень длинной шкале за 2000 последних лет даже видеть не можете, но и вы видите, что тоже особенно СО2 растет, и вот за последние там 40 лет это выросло с 320 до 400, ну, как я сказал, 12, хотя здесь показано 10 ppm. И вот рост вот этих климатически активных газов, их влияние на радиационный эквивалент, это главная причина наблюдаемых климатических изменений. И вот здесь вот на такой схематической диаграмме вы видите, что вот красный, вот этот вот, вот этот красный бар показывает вклад в градусах в наблюдаемое глобальное потепление, это, так сказать, уже около полутора градусов, и вторая область человеческой деятельности, это аэрозоли, ну, и там многие другие факторы, вот это, так сказать, отрицательный вклад. Вот их сумма это, вот этот вот, toppled human, и он, конечно, значительно больше, чем вклад солнечной активности и вклад внутренней собственной изменчивости, так и называют интринсик или интернов вариабилити. Еще одним важным таким достижением вот этого отчета по сравнению со всеми предыдущими стала полная, так сказать, инвентаризация всей энергии климатической системы, очень точная оценка ее баланса, а вернее, надо сказать, дисбаланса, которая составляет там около одного вата на метр квадратный на верхней границе атмосферы. И именно это является, собственно говоря, вот этот дисбаланс между скрепковолновой и длинноволновой радиацией уходящей является причиной глобального потепления, вот то, что дополнительно удерживается в земной климатической системе. И также не менее важным является заявление о том, что 92, там 92 с небольшим даже процентом вот этой избыточной энергии поглощается океаном. И фактически вот это глобальное потепление последнего столетия с небольшим, это потепление океана, и вот даже такая фраза там по-английски, она как хайлайт красиво звучит, это глобал варминг из-заушен варминг. Это тоже очень важное достижение, потому что океан консервативный компонент климатической системы, и его теплосодержание, его температура продолжает расти даже тогда, когда атмосфера испытывает, ну, относительно короткие периоды, там, вот нескольких лет до десятилетий, так сказать, замедления глобального потепления, вот их хаятос иногда называют. В смысле прогнозов и поведения, так сказать, земной климатической системы в этом отчете были рассмотрены вот пять сценариев от вот этого верхнего, такого коричневого сценария, который назывался там бизнес as usual, когда мы просто продолжаем там жить, как мы жили, и начинаем заботиться о том, чтобы там снижать климатически активные газы, ну, допустим, там в 2070-м, в 2080-м году, и до вот такого сценария вот этого вот голубого, который нижней линией показан, когда мы немедленно и активно начинаем снижать концентрации, выбросы климатически активных газов. Ну, в зависимости от, вот в этом диапазоне, собственно говоря, и состоит наше будущее от сегодняшнего дня до 2100 года, и это вообще говоря, не задача климатологов выбирать, и даже не задача климатологов рекомендовать, какой путь развития выбрать, вот этот, вот этот, вот этот, или вот этот, но что важно, что сделано в отчете, что оценено. Да, да. Пора закругляться, я прошу прощения. Что сделано в отчете, хорошо, я как раз сейчас закруглюсь, что для каждого из этих сценариев у нас оценены балансы возможной секвестрации, возможного поглощения климатически активных газов естественными системами суши и океана, они примерно вот одинаковые, они вот здесь вот внизу подписаны, и то, что не могут поглотить естественные системы, и то, что остается, и вот это очень важно в смысле, так сказать, программы карбоновых полигонов, которым посвящена сессия, что остается непоглощенным, и то, с чем можно работать, то, для чего можно предложить какие-то технологии, будь они промышленные или хозяйственные, чтобы это поглотить. Если мы будем жить вот по этому мягкому сценарию, то у нас, так сказать, естественная система поглотит 70%, и нам придется дело иметь с 30% вот этого непоглощенного газа, чтобы выйти на углеродную нейтральность, а если мы будем жить по вот как жили, то тогда у нас больше 40%, то есть больше 60% то, что нам необходимо поглотить. Но я не буду вдаваться там в прогностические оценки, что у нас, может, лед исчез на приобретенных сценариях в Арктике летом, так сказать, что у нас сильно поднимается уровень мирового океана и так далее, вот за неимение времени. Я не буду говорить о том, что там полтора, один, два градуса – это, так сказать, потепление неравномерно по территории Земли, и что, конечно, в северных широтах и над континентами, а следовательно, и в России это потепление идет в два раза быстрее, что экстремальные события, их интенсивность и частота значительно повышаются. Это тоже в докладе определенно сказано в связи с глобальным потеплением. И вот завершу, наверное, вот этой картинкой, где мы показываем, возвращаясь к тем же сценариям, здесь внизу вот эта ось, это не ось времени, это ось выбросов в гигатонах, и вот на ней показаны вот те же сценарии, самые вот этот, так сказать, жесткие для нашей экономики, будем, так сказать, и говорить, самый мягкий вот этот бизнес из-южуал. И, тем не менее, мы говорим в отчете, и это показано, что вот этот желаемый, желаемый, ну, так сказать, трэш-холл, желаемый критический уровень в полтора градуса, все равно наверняка будет превышен в самое ближайшее, так сказать, десятилетие. Но на уровне, там, двух градусов, которые определены Парижским соглашением, мы, по крайней мере, при сценариях резкого снижения и умельного снижения, имея, так сказать, выбросов климатически активных газов, можем удержаться. И в этом, в принципе, очень важно. И полигоны, вот, вообще забота о том, как инвентаризировать, а главное, что потом делать, если мы знаем, как инвентаризировать с балансом климатически активных газов, как на них повлиять, будь то промышленно, будь то как-то с помощью таких более мягких секвенционных технологий, непосредственно связанных с полигонами, вот, это действительно может, так сказать, помочь вот такой вещи, как влияние человека, как смягчение вот этих климатических изменений. Ну, вот здесь вот кратко приведены, так сказать, то, что называется Plain Language Highlights. То есть, это основные выводы доклада, выраженные таким общечеловеческим языком. И я, значит, благодарю всех, во-вторых, извиняюсь за вот эту техническую накладку, что я забыл расширить экран. Спасибо большое, Антон Павлович, извините. Спасибо, Сергей Константинович. На самом деле, очень интересный доклад, и, к сожалению, с мало времени, я думаю, что было бы интересно послушать более подробно и более глубоко узнать о результатах международной группы экспертов. Я бы хотел предоставить слово Вячеславу Владимировичу Оленкову, заместителю председателя правительства Сахалинской области. Пожалуйста. Спасибо большое, Антон Павлович. Добрый день, уважаемые коллеги. Сахалин сегодня является площадкой регионального, такого федерального, даже, я бы сказал, эксперимента по управлению углеродными единицами, по созданию задачи управления выбросами и поглощениями парниковых газов. Мы поставили перед своим регионом цель стать углеродонейтральным регионом в 2025 году. Это, значит, не такое неволюнтаристическое заявление, у нас, что называется, все посчитано. Проведен, значит, кадастр, инвентаризация выбросов поглощений. Мы, в принципе, находимся на такой, на десятипроцентном разрыве. И есть большой набор климатических программ, которые нас сюда ведет. Вот. Что хотелось бы в этой связи отметить, что в рамках эксперимента нам важно не только заниматься снижением выбросов, но и, конечно, повышать поглощательную способность наших экосистем. Если говорить про лес, то у нас лесистость 70% на территории, и 90% всех выбросов поглощается как раз лесом, ну, то есть, по существующей методике. Поэтому, конечно, хотя несмотря на то, что есть определенные коэффициенты, мы считаем, что как раз задача карбонового полигона – провести соответствующие инструментальные измерения и уточнить эти показатели для региона, для разных типов деревьев. И мы этой задачей занимаемся в рамках полигонов. Мария Герасимовна более подробно расскажет. Но я хотел бы сказать, что у нас есть вторая задача, для нас, может быть, даже более важная. Это как раз создать научную базу, оценить поглощательную способность в других экосистемах, в первую очередь в морской, и подготовить даже такой набор технологий для реализации климатических проектов в этом направлении. Также мы уже занимаемся и хотим активно развивать потенциал поглощения аквакультуры. То есть фактически мы считаем, что проведя соответствующие исследования, международную верификацию, разработка определенной методологии согласованной, можно выйти фактически на новую индустрию. То есть мы развиваем аквакультуру и при этом занимаемся одновременно повышением поглощательной способности наших морских экосистем. Более того, мы считаем, что даже с точки зрения временности, долговременности изъятия углерода из атмосферы, тут даже больше потенциал, чем у леса. Поэтому это все надо доказать, отработать. И мы, конечно, наш полигон в первую очередь концентрируем на вот этом таком новом направлении. Компании, которые у нас работают, операторы шельфовых проектов, они выражают заинтересованность в этом направлении, они становятся нашими индустриальными партнерами наших полигонов. И они тоже заинтересованы и в составляющей такой экспериментальной, но и самое главное, они хотят через это реализовать климатические проекты. Потому что они таким образом компенсируют свои выбросы и принимают к зачету своей продукции, двигая ее тоже в сторону декарбонизации. По поручению Виктории Валерьевны Абрамченко, которая в конце сентября планируется провести первое заседание такой группы для того, чтобы отработать план соответствующих работ. Таким образом, тема карбоновых полигонов, запущенная Министерством науки и высшего образования, она дает стимул для активизации научно-исследовательской деятельности в регионе в связке с таким экономическим развитием. То есть это не просто чистая наука, но она сразу, в нашем понимании, имеет выхват, в том числе и в экономическую составляющую и позволяет организовать взаимодействие и власти региональной, и университета, и бизнес-сообщества. То есть такой симбиоз правильный возникает. Хочу сказать, что мы высоко оцениваем возможность коммерциализации и упаковки технологий в климатические проекты. То есть мы считаем, что это такой большой-большой коммерческий потенциал. Как регион мы видим в этом большую потребность и нас, и, собственно, бизнеса. Ну и хочется сказать, что мы это делаем в партнерстве с Сахалинским государственным университетом, в котором создан такой специальный Сахалинский климатический центр. И уверена, что мы эти задачи успешно сможем решить на территории Сахалинской области в том числе. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Владимирович. Можно один уточняющий вопрос? Со стороны региона, какая идет работа по реализации сейчас и эксперимента, и в отношении карбонного полигона? Да, значит, чтобы в два раза не садиться. У нас срежется большое количество программ климатических. Мы вообще считаем, что мы практически вот этими программами можем достичь углеродной нейтральности, даже не перекладывая нагрузку на бизнес. У нас есть программа стопроцентной газификации региона, включая, так как мы единственный островной регион, который полностью на островах располагается в России, то у нас 15% будет еще и СПГ, то есть тоже такое современное направление. Газификация, которая в два раза поможет нам снизить, по нашим оценкам, уже даже расчетом выбросы в области ЖКХ. Мы половину транспорта переводим на газомоторное топливо, это 100 тысяч машин, то есть за пятилетку. Есть программы соответствующие, стимулирующие. Мы развиваем сеть электротранспорта, и за два года должны сделать, сейчас у нас план, сделать тысячу электрозаправок. Это очень много, в принципе, там больше, чем в Москве и в области, например, в сумме. В этом году мы уже ставим 500 заправок, есть карта, где они располагаются, и мы видим, что это уже стимулирует спрос на электротранспорт. У нас задача выйти в ближайшее время на 10 тысяч единиц электрического транспорта. Мы реализуем проект по созданию водородного кластера, то есть у нас как раз на этом форуме потенциальные инвесторы уже не сделали пред ТЭО, это Росатом, компания AirLiquid. Это будет большой проект с экспортом водорода на территорию АТР, есть уже потенциальные покупатели, и мы развиваем водородную экосистему внутри региона. То есть такой набор больших, ну ВИА, у нас задача стоит к 2025 году, есть уже конкретные проекты, тоже, кстати, есть договоренности на ВЭФе подписаны, минимум выйти на 15% в энергобалансе возобновляемых источников энергии, а так планово, в нормальном режиме, мы хотим до 28%. То есть такой серьезный вызов, у нас сейчас 0,5%, так для понимания. Значит, это все не голословные проекты, это уже конкретные проекты есть. Вот, что касается полигона, у нас, ну Мария Грязь более подробно расскажет, у нас выбраны уже три точки, где это будет располагаться, это, значит, и лесной полигон, в городской среде, скажем так, да, то, что такая специфика будет, это и морской, это и Курильские острова, то есть как специфика тоже добавляется. Вот, у нас уже есть договоренность с индустриальными партнерами, которые готовы активно в этом участвовать, инвестировать. Значит, мы планируем, что первые инвестиции уже будут в этом году осуществлены. Сейчас разрабатывается проект, стратегия. Вот стратегию мы планируем на совете по карбоновым полигонам утвердить вот в конце сентября. Сейчас она разрабатывается, в ближайшее время будет разослан всем участникам совета. Спасибо большое. Тогда я передаю слово Марии Герясиной. Спасибо большое, Антон Валович. Уважаемые коллеги, добрый день. Ну, сразу видно, что университет региона очень плотно работает, потому что Вячеслав Владимирович многое рассказал. Я, наверное, что-то добавлю. Смотрите, как только у нас регион принял решение о реализации такого стратегического проекта, как углеродная нейтральность, конечно, стал вопрос о научно-технологической площадке, на которой должен приземлиться этот проект и который будет сопровождать его. Поэтому в прошлом году, на самом деле, относительно недавно, в ноябре месяце, у нас совместно с правительством Сахалинской области и совместно с Институтом глобального климата имени Израиля был создан Сахалинский климатический центр, задачей которого стало, собственно, сопровождение, научно-технологическое сопровождение проектов климатических, которые будут так или иначе реализовываться в регионе. Не только как сопровождение, но и, наверное, в какой-то части и постановка задач. Собственно, Сахалинский карбоновый полигон – это часть работы и часть ответственности нашего Сахалинского климатического центра. Мы за это время, хотя недавно, казалось бы, недавно все это было, очень быстро все развивается, тем не менее, за недолгие, сколько у нас, меньше года прошло, коллеги провели полевые исследования и предварительное проектирование тех наблюдений, которые предполагаются вестись. Что очень важно, я сегодня уже упоминала ранее, на другой секции, что очень важно, конечно, было то, что была сформирована команда. То есть это основа, которая позволяет эффективно развиваться. Вячеслав Владимирович упоминал о том, что 28 числа на площадке Сахалинского госуниверситета мы будем презентовать программу развития Сахалинского карбонового полигона. Предполагается участие, в том числе, международного бизнеса для того, чтобы всесторонние могли это все рассмотреть. На текущий момент выбрано три площадки. Более подробно скажу. Одна площадка – это прибрежная зона в Анивском заливе, где располагается база Сахалинского госуниверситета. Это морская часть, морской полигон. Другая часть – это ботанический сад, расположенный в городе Южно-Сахалинск. Понятно, что там 40 гектар. На 40 гектар представлено все многообразие биоценоза, который у нас характерен для южной части Сахалина. И остров Итуруп – это южная часть Курильской гряды. И что хорошо, что там расположен научный стационар в специальном конструкторском бюро морских исследований. То есть у нас уже есть часть инфраструктуры, от которой мы отталкиваемся. Понятно, что у нас сейчас еще проектируются непрерывные морские исследования на коммерческих судах. Это интерес нефтегазодобывающих наших компаний, которые расположены в регионе. И мы также знаем, что в регионе развиваются активно крупные проекты по разведке и добыче углеводородов на шельфе. Понятно, что в районах, где ведутся работы, ведется непрерывный экологический мониторинг, где, кстати говоря, университет активно участвует. Наблюдение за морскими млекопитающими. Тоже проект, который много лет уже реализовывает Сахалинский госуниверситет. А также у нас есть заинтересованность в том, чтобы выделить в рамках, вернее, прошу прощения, включить в этот мониторинг в том числе наблюдение за потоками парниковых газов. В том числе выделить природные и антропогенные потоки. Разработать методику расчета антропогенной эмиссии в районе ведения работ. Понятно, что это будет, если мы это все выполним, это будет фронтир мировой практики ведения работ на шельфе. Понятно, что это активная зона, и это активная эмиссия. В дальнейшем мы планируем также вторым этапом, мы думаем о том, что мы добавим площадки торфянников в центральной части острова Сахалин, также регуляционные земли старых нефтепромыслов, что тоже очень актуально для нас, а также сельхозземли и земли полигоны ТЭК. В следующем году мы уже планируем, что у нас начнутся прикладные исследования. Мы планируем на базе Таранай, так называемый, это в районе залива Анива, мы планируем начать исследование по поглощению парников углерода морскими водорослями и моллюсками. То есть мы уже договорились, у нас есть уже партнеры, которые помогают нам доукомплектовать нашу площадку и, соответственно, очень оперативно начать уже настоящую научную работу. Понятно, что когда мы говорим о наших полигонах, если мы хотим реально делать какие-то выводы, нам, первое, не хватит динамика, в второе, необходимо географическая локация, то есть набор географических точек, которые ведут те же самые исследования для того, чтобы вспоминать полную картину. Наверное, коллеги будут активно говорить, потому что, понятно, это общая позиция. И, конечно же, мы очень открыты всем взаимодействием для того, чтобы максимально привлечь экспертизу из ведущих центров, ведущих ученых, которые активно и уже много лет в этой области работают. Что еще хотела бы добавить? Конечно, еще одна очень важная составляющая для, наверное, работы климатического полигона. Это просветительская деятельность. Для того, чтобы проекты пошли, климатические проекты пошли. Для этого нужно формировать сообщество, которое готово слышать и услышать, которое готово понимать, что такое климатический проект, что такое углеродная единица, как это формируется и так далее. Наш климатический центр уже в этом году по заказу наших индустриальных партнеров провел уже три практических семинара на эту тему выступают. Надо ответить сразу. Обратную связь получаем. Идет активный обратный запрос. Хотят больше, активнее и глубже. Поэтому совместно с высшей школой экономики мы сейчас формулируем программу дополнительного профессионального образования, которая позволит более глубоко нырнуть в эту проблематику. И мы активно, конечно, рассматриваем возможность международных стажировок для того, чтобы получить общий кругозор, общие понимания о том, что, собственно говоря, происходит в мире и как с этим работают. Ну, наверное, основные тезисы я сказала. Спасибо большое. Спасибо большое. Хотел бы один уточнение еще вопрос только задать. Несколько раз упоминали партнеров, бизнес. Вы не могли бы пояснить все-таки в чем их основной интерес участие в этом проекте карбоновым полигоном? Смотрите, наверное, упомяну один пример. Это Сахалинская энергия, с которой, кстати говоря, мы обсуждаем морское наблюдение. И также они заинтересованы в формировании ферм для получения информации, в том числе и с проектов шельфовых. То есть, ну, наверное, так если коротко сказать. Причем они не просто заинтересованы, они реально включаются в формирование повестки и реально включаются с финансовой точки зрения также для того, чтобы сформировать проект в наиболее полном объеме. Хорошо, спасибо. Я бы хотел предоставить слово Кириллу Андреевичу Винникову с докладом о дальневосточном морском карбоновом полигоне ДВФУ, насколько я понимаю, выступил с инициативой о формировании такого консорциума дальневосточного морского полигона. Добрый день, друзья. От имени всего дальневосточного федерального университета я хотел бы сначала перед своим докладом поприветствовать всех гостей, спикеров. Мы очень рады вас видеть в стенах нашего университета и надеемся, что это не наша последняя встреча и что мы будем тесно взаимодействовать в рамках как карбонового полигона, так и по многим другим проектам, включая и образовательные направления и взаимодействия между регионами. И мне очень приятно было видеть, как идет тесная интеграция Сахалинского государственного университета с администрацией правительством Сахалинской области. И я мечтаю о том, чтобы в Приморском крае у нас также находилось такое же взаимодействие, пути такого же взаимодействия между администрацией края и нашим Дальневосточным федеральным университетом. Я думаю, что Москва не сразу строилась, мы будем потихоньку, учаясь друг у друга, развивать это направление, ставить акценты правильные о том, что с климатом на самом деле что-то происходит. И мы сейчас говорим не только о бизнесе, но и в принципе о сохранении нашей планеты, о том, что ситуация на самом деле чрезвычайная. И она, акцент на нее, внимание на нее было уделено давным-давно. Суммарно, как Сергей Константинович тоже сказал, что есть уже несколько серий докладов, оценочных докладов межправительственной экспертизы, межправительственной комиссии по изменению климата. И Парижская конвенция как раз поставила очень важный акцент на том, что нужно предпринимать как можно срочно усилия по регулированию углеродного баланса на нашей планете усилиями всех государств. И эту конвенцию подписало 196 стран сегодня, то есть практически все страны мира готовы принимать активные действия по урегулированию этой проблемы и в частности мы понимаем, что цикл геохимического баланса углерода на нашей планете нарушен. И мы говорим о том, что есть чрезвычайные выбросы парниковых газов и это и есть деятельность человека и, соответственно, механизмы секвестрации позволят нам хоть как-то компенсировать этот ущерб. И, соответственно, понятно, что разные страны это могут делать по-разному. И задача нашей страны... Следующий слайд, пожалуйста. Как раз создать то, о чем мы говорим, карбоновые полигоны. Валерий Николаевич в этом году поставил задачу запустить программу, создания карбоновых полигонов, специальных территорий, я думаю, еще и акваторий с уникальными экосистемами, где мы можем контролировать и предпринимать какие-то меры по контролю климатически активных газов в нашей стране. И следующий слайд, пожалуйста. Было запущено несколько пилотных проектов, как мы видим на карте, с разных районов нашей страны, куда вошли как Калининградская область, Краснодарский край, Чеченская республика, Сибирь, Свердловская область, Тименская область, Новосибирская область и на Дальнем Востоке Сахалинская область. То есть мы как бы рассматриваем нашу страну в таком вот срезе областей и каждой области поставлена задача запустить пилотный проект по карбоновому полигону, который позволит как раз разработать методики контроля выброса и сегистрации парниковых газов. Следующий слайд, пожалуйста. Что интересно, в нашем университете еще в 2016 году была создана лаборатория глобального контроля за изменениями климата и толчком к ее запуску послужило как раз решение Парижской конвенции и тесное взаимодействие разных организаций, включая Европейской комиссии по изменению климата. И к нам приехал помогать нобелевский варят Рикардо Валентине запускать эту лабораторию. И вместе с Ураговской были созданы уже полигоны, на которых проводились как раз эксперименты по учету и контролю сегистрации стока углекислого газа. И, соответственно, мы просто не знали, что называется карбоновый полигон. То есть мы этим давным-давно уже занимались, оказывается. И собралась команда в этой лаборатории. И помимо того, что мы делали эти испытания на полигонах, мы также начали ставить вышки, метеостанции, которые позволили нам оценивать в режиме постоянного времени, следующий слайд, пожалуйста, в режиме реального времени как раз концентрацию газов как в атмосфере, так и в почве, также их скорости поглощения в результате фотосинтеза. В рамках этой лаборатории у нас как раз первым этапом были как раз почвенные исследования, то есть мы на море пока не акцентировались. И в процессе того, что у нас тесное взаимодействие происходит с институтами Российской Академии Наук, следующий слайд, пожалуйста, мы также поняли, что это направление активно можно развивать. И по результатам этих исследований были выпущены научные статьи, публикации, то есть у нас есть большой задел, следующий слайд, пожалуйста. И одновременно мы понимали, что помимо наземных экосистем есть морские экосистемы, где концентрация углерода гораздо больше в океане, в сто раз больше, чем в атмосфере углерода, поэтому океан здесь играется очень важным резервуаром углеродных одолжений. И нам большой интерес как раз представляет механизм того, как океан играет, как можно его использовать для учета стока углерода. Следующий слайд, пожалуйста. И своими силами Дальневосточный Федеральный Университет, конечно, не способен реализовать такого масштаба проекта, поэтому при тесном взаимодействии с институтами Российской Академии Наук, Дальневосточного отделения Российской Академии Наук, это научный центр, научный центр, национальный научный центр морской биологии, и Тихоокеанский Океанологический институт. Проводя свои исследования устанавливали специальные оборудования, на которых мы проводили учет углерода и на поверхности моря и в системе атмосферы океана. И таких экспедиций проводится ежегодно очень много, поэтому наш интерес не только наземные исследования, но в том числе мы поняли, что океан это также довольно уникальная экосистема, которая может позволить оценивать сток углерода. Следующий свайд, пожалуйста. И в процессе многолетних экспедиций было также выпущено довольно много интересных статей, по которым мы уже исследовали как сток углерода в прибрежной части, так и на севере Японского моря. Следующий свайд, пожалуйста. Выпущены монографии, по которым мы можем сказать, что мы имеем определенный заделок и квалификацию о том, что мы можем активно участвовать в рамках вот этой программы по карбоновым полигонам и активно уже участвовали много лет до этого, просто не знали о том, что мы настолько уникальны в своих исследованиях в тот момент. Следующий свайд, пожалуйста. И в апреле этого года с нами связался как раз центр климатологии, который был образован в Сахаринском государственном университете с предложением о том, чтобы мы с ними вместе поучаствовали в создании их карбонового полигона. Нам эта идея очень понравилась и одним из наших предложений было, чтобы мы вошли в совместный карбоновый полигон на условиях равного партнерства, где мы бы закрывали компетенции, которые мы можем предоставить, соответственно, команда Сахарина закрывает компетенции, которые они могут гордиться. И, в принципе, нам это очень нравится, что у нас экспедиционная деятельность, карбоновые фермы на Сахарине – это то, в чем они хорошо разбираются. И здесь можно выращивать и поля застыры, и можно море-культурное хозяйство, и как раз испытывать, использовать эти полигоны для испытания методик по секвестрации углерода. Следующий следует, пожалуйста. И вот Дальний Восток, чтобы всем было понятно, это уникальное место для нашей страны, это выход к Мировому океану, и мы, как истинкт Мирового океана, очень этим гордимся, что мы располагаемся в Дальневосточном федеральном университете, что нам позволяют одноременно использовать и прибережные экосистемы для как раз испытания стока углерода, так и морские экосистемы, и следующий следует, покажите, пожалуйста. И мы предлагаем такую вот схему карбонового полигона, следующий следует, где предыдущий, предыдущий, да, где мы предлагаем такую как бы распределенную схему треков экспедиционных и прибрежных районов, и все это мы готовы назвать карбоновым полигоном, потому что ежегодно по этим трекам проводятся научно-исследовательские экспедиции, и, соответственно, проводятся размеры и объем накопленных материалов, колоссальные, то есть мы уже сегодня можем заявить о том, что мы готовы строить, вернее, строим эти модели, прибрежные станции наши накапливают данные поминутно, и эти данные также складываются на больших серверах, соответственно, мы уже сегодня можем что-то предоставить в качестве карбонового полигона, я думаю, что при тесной интеграции с Сахалинским государственным университетом и Институтом глобального климата и экологии Израиля создать уникальный в масштабах нашей страны проект, который мы бы назвали дальневосточным морским карбоновым полигоном. Следующий слайд. И здесь как раз интеграция тесная как со стороны университетов, научно-исследовательских институтов, так и международной деятельности. Не забываем, что очень активную роль в реализации этого проекта сыграл Рикардо Валентини. И в принципе он как раз является изначальным идеологом, который запустил эту идею в нашем университете и мы ему очень за это благодарны. Так и их большую роль играет сам бизнес и поддержка государства. Потому что мы понимаем, что вот мы запустили лабораторию, лаборатория работает, но без расширения масштабов этого проекта, без поддержки государства мы своими силами это не реализуем. И силами консорсума мы можем запускать какие-то научные исследования, но поддержка бизнеса государства обязательно в этом масштабе, чтобы раздуть эти масштабы и выполнить ту задачу, которую мы себе поставили. Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому в качестве дальнейшего развития нашего дальневосточного морского кальбона мы видим следующую задачу, что мы должны разработать и испытать углеродные технологии и у нас есть большой задел в этом направлении. Мы уже готовы проводить оценку стока углерода как в территориальных водах России, так и в принципе на разных удаленных районах Мирового океана, так и провозить расчеты углеродного бюджета. Это очень важно, потому что если мы говорим о коммерциализации результатов этого проекта, то есть уже методики разработанные, в которых мы прекрасно понимаем, как они работают и имеем необходимое оборудование для того, чтобы использовать эти методики, чтобы конвертировать этот сток углерода и эти расчеты в так называемые карбоновые юниты или карбоновые кредиты. И дальше при взаимодействии с бизнесом мы можем освобождать их от налоговых обязательств при экспорте их продукции, которая сегодня в рамках Парижской конвенции налагается на эти предприятия. Следующий слайд. Здесь показана поэтапно наша идея, как мы хотим развивать карбоновые полигоны и, как вы видите, первым пунктом это является подписание соглашения о том, что мы готовы вместе сотрудничать. И сегодня для нас, я думаю, это знаковый день, когда мы, в принципе, делаем первый шаг и подписываем соглашение о создании консорциума для реализации проекта Дальневосточный морской карбоновый полигон, в рамках которого мы дальше запускаем пошаговую программу и приступаем к тесному сотрудничеству. То есть, здесь я считаю, что цель моей презентации показать, что есть определенный путь, и мы по нему идем, и, в принципе, при всей поддержке различных партнеров мы способны достигнуть те цели, которые мы поставили перед собой. Я думаю, что участники, сидящие в зале, непосредственно исполнители, научные исполнители этого проекта, они расскажут детали, о какой бортуни, какие методики мы используем. Вот моя задача показать, что наш университет консолидировано с организациями, научными институтами Дальневосточного отделения Российской Академии наук, Сахалинским государственным университетом готовы реализовать этот проект. Спасибо большое за внимание. Следующий слайд. Рад буду ответить на вопросы. Спасибо. Кеан Ильич, можно вопрос? Во-первых, мы всячески поддерживаем как регион такую кооперацию однозначно, и мы заинтересованы в этом. Единственное, что я бы, честно говоря, не знаю, поздно, не поздно, но я бы говорил про Дальневосточные морские полигоны с учетом масштаба создаваемого процесса. Но чтобы это выглядело как не один, а вот кооперация полигонов по взаимодействию между собой. Ну, это может быть на будущее или там еще что-то. А вот еще одна ремарка, про которую вы сказали по желательности вашего университета взаимодействовать с региональным правительством. Я просто хотел сказать, что вы же Дальневосточный федеральный университет, а не Приморский. Значит, и в этом плане мы открыты к взаимодействию. И хотелось бы, чтобы вот это позиционирование ваше как Дальневосточного вуза, оно вас вывело за рамки Поэтому давайте мы будем первым регионом, который с вами будет плотно работать на Дальнем Востоке, потому что вы же Дальневосточный вуз. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Приморский край, он как-то готов в этом участвовать вообще? Вот Сахалин готов? Я думаю, здесь также наша вина, что мы очень громко о себе до сих пор не заявляли. Видите, как бы мы работаем глубоко погружаясь в науку и в технологии, но до этого не выносили на такую публичную сферу и, видимо, здесь необходима еще дальнейшая работа, чтобы донести понятное и открытое именно эту идею до нашего правительства Приморского края. Как только это будет сделано, я думаю, конечно, они заинтересуются взаимодействием. Спасибо. Тогда давайте там план чуть-чуть подправим. там еще один подпунктик добавим про взаимодействие с регионом. Хорошо? Если никто не против, то я бы немножко поменял программу и в продолжение этого разговора дал бы слово Рикардо Валентине, если он у нас подключен. Нет, не подключен. Хорошо, тогда я передаю слово Максиму Викторовичу Демину, проректору Балтийского федерального университета. он у нас он подключен? Максим Викторович. Валентин 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 Валентин, я его не наблюдаю, хотя он может быть должен быть, но именно по его просьбе я готов сделать информацию, дать информацию о Калининградском карбоновом полигоне. Да, пожалуйста, Вадим Валерьевич, у вас презентация будет правильно? Вадим Валерьевич, да, пожалуйста, начинайте, у вас презентация будет правильно? Да, да, тогда запускайте. Валентин Валентин Валентин, Вам видна презентация моя, коллеги? Да, видно, все хорошо. Итак, добрый день, коллеги, доброе утро, те, кто в западной части нашей большой страны. Уважаемые коллеги, я представляю лабораторию морского природопользования Калининградского университета, он называется Балтийский федеральный университет имени Лимонова Канта, а также представляю Атлантическое отделение Института кинологии имени Шашо Российской Академии Наук. по поручению руководства университета, я готов дать вам презентацию, готов дать некоторую информацию о конкретных каких-то достижениях по Калининградскому карбоновому полигону, по его морской части в основном. на фоне других прозвучавших докладах мой доклад будет звучать не как информация из штабов, а как раньше говорили вести с полей. Он, конечно, называется опыт организации полигона. Конечно, речь идет о неком оперативном опыте. Слишком мало времени прошло, чтобы делать какие-то серьезные обобщения. Но некий оперативный опыт мы, конечно, накопили и готовы с вами поделиться. Итак, сначала небольшие общие замечания. Полигон Калининградский, карбоновый полигон поручен университету, Балтийскому федеральному университету Доминиканта, который в Калининграде находится. И уже ясно, что основным, надеюсь, не единственным партнером, участником этого проекта стал Институт океанологии в лице его Атлантического отделения, который тоже находится в Калининграде. На этой картинке вы видите как расположены два участка этого полигона. Один сухопутный на Торфяннике, так называемом Деглинском, другой морской. Это контуры Калининградской области и два слова о Витгинском полигоне. Этот полигон правительства Калининградской области уже давно рассматривали как экспериментальный для отработки методик по обводнению торфянников. Ну и кое-что уже сделано концептуально. И в этом году после начала реализации программы, которую инициировала наше Министерство Науки и Образования, вот уже размещены конструкции, которые позволят в скором времени начать какие-то ну собственно начать мониторинг, начать конкретные измерения после начала финансирования, после закупки оборудования. Морская площадка этого полигона о ней собственно и речь сегодня в основном тут работа уже началась в апреле, поэтому есть кое-что сказать, показать, как у нас идут дела, имея в виду конкретику. В Балтике две российских зоны, два сектора, вот северный это примыкает к Петербургу, Северский залив и наш, и в Восточной Балтике, Калининградский сектор, на нем в виде красную точечку, это вот здесь наш морской полигон разработан, заложен в региональном масштабе. Почему Балтийское море, почему оно достойно быть в этом проекте, почему полигон в Балтике, ну вот все очень просто, здесь очень сильно развитая эстрификация, очень сильно развитая эстрификация, как следствие первичная продукция, первичная продукция действительно имеет очень высокие значения, и в масштабах мирового океана, Балтика, это такой ярко выраженный максимум, или фокус поглощение стока СО2 океана. И здесь вот есть такой экологический парадокс, что Балтика из эстрификации повышенной биопродукции она с точки зрения экологии страдает, она с точки зрения глобальной, с точки зрения глобальной, Балтика выполняет положительную функцию, по сути дела Балтика поглощая огромное количество СО2 несет какую-то экологическую плату населения и прибалтийских стран, включая Россию, значит, как-то страдает от этой положительной в глобальном смысле роли Балтийского моря. Итак, Балтика реальный, ярко выраженный фокус по поглощению СО2 в масштабах мирового океана, ну и особенно южная, юго-восточная часть, проникающая Калининградскому региону. Поэтому там полигон. Это первый мотив, почему Балтика. Второй, ну вот мы видим, мы видим примерно, как это выглядит из космоса, контр-калининградской области с нашими косвыми лагунами. Границы Калининградского сектора желтым показаны, ну и кружок, вы видите, это место выбрано для полигона. Но есть и вторая причина. В Балтийском море распространены газонасыщенные осадки, газовые аномалии здесь, в Восточной Балтике. Нефть появляется не так много, как в других регионах нашей страны, но тем не менее морская добыча нефти в России началась именно в Калининградском регионе. И, конечно, мы подтянули положение полигона от так называемого газовой аномалии, расположенного на тне моря. Вот желтые точки на сером фоне показывают, как совпадает наш полигон с газовой аномалией. Да, полигоны создаются в виде научно-образовательных центров, поэтому не только наука, но и образование. И здесь я должен упомянуть о том, что не так давно возник консорциум, вы видите аббревиатуры тех вузов по-английски, между университетом Балтийским федеральным, между Дальневосточным федеральным университетом и Севастопольским государственным университетом. И такой консорциум возник, и первый конкретный большой шаг разработана совместно сетевая магистрская программа по геоэкологии океана и приближающих территорий. И с точки зрения образования перспективным выглядит опыт Калининградского университета, Балтийского федерального университета, который вписывается в концепцию Министерства науки и образования по плавучим университетам. у нас уже четвертый год на судах Института океанологии проходит летняя школа студенческая международная, особенно до пандемии она была ярко выраженная международная по прибрежной зоне Балтийского моря. Но это общее замечание, но теперь конкретно некоторые результаты хочу продемонстрировать. Это не научный доклад, это просто информация о том, что делается, как сделано, ну и чтобы было понятно, что процесс пошел. Внизу указаны фамилии тех людей, которые уже представили материалы по морскому полигону для сегодняшнего доклада. Всего сделано четыре морские съемки, но вот материалы уже по двум съемкам я кое-какие могу продемонстрировать. Это гидрофизические показатели на морском полигоне, его глубина где-то 75 метров и из того, что из многих показателей температура, соленость, плотность, содержание кислорода, прошу обратить внимание на фиолетовую конкурсную линию, это концентрация метана, и видно, что действительно одну она в пять раз возрастает, да, действительно мы работаем и будем работать на метановые аномалии, и помимо СО2 пытаться контролировать, пытаться измерять метан и другие углеводородные газы. Спутниковую информацию начали собирать, обобщать, это один из примеров нашей съемки, которая началась в апреле, первая съемка апрельского видео, 28 апреля началась, вот в это время так выглядела поверхность моря со спутника, в данном случае Сан-Тио, и очевидно то, что вынос реки Лисла, глубая линия внизу картинки, река Лисла расположена в Польше, крупнейшая в его сущном регоне река, и серьезно влияет вынос реки Лисла на наш полигон, а значит и на углеродную тематику поездку, поскольку мутные воды замедляют фотосинтез, этот фактор действительно концентрация взвисит, конечно, требует учета. Дальше, дальше вот уже пошла биология, получены данные были весной по биомассе фитопланктона, мы видим, что он сконцентрирован на весну в верхних 2-3-5 метрах, разным цветом показаны разные виды фитопланктона, его концентрация во время апрельской съемки оказалась стандартной для Балтики. Вот так выглядят разные организмы фитопланктона. Зоопланктон это потребитель фитопланктона, у нас он интересует в данном контексте не как, не с точки зрения пищевых цепей, а с точки зрения того, что, с точки зрения нашей карбоновой повестки, фитопланктон потребляется зоопланктоном и упаковывает, если можно так сказать, в фекальные пеллеты, которые более крупные и плотные, поэтому ускоренно оседают на дно моря, вот такой поток пеллетных транспорт, значит, мы тоже будем контролировать, изучая распределение зоопланктона. Как видите, зоопланктон максимум имеет подповерхностный. Важный показатель количество мертвых организмов зооплантона, это количество в процентах отражения доходит до 12 уже на 25 метрах, но вот это тоже с оседающим мертвым зооплантоном тоже надо разбираться, получать количественные оценки, это тоже транспорт к дну моря. Ну и наконец вторая съемка, которая я сегодня поняла, 30 июня была сделана с борта судно-инсульта технологии академик Сергей Валилов, и вот получена первая значение уже потока, уже изучался переличная продукция, мы получили первое значение потока, вот 373 миллиграмма полирода на метр в день. Ну и что важно отметить, что максимум не на поверхности, а на глубине 5 метров, ну там, где и концентрация хлорофила высока. Кстати, методический вывод или следствие, хлорофилл, то, что мы видим со спутника на поверхности, это не совсем тот хлорофилл, который есть на самом деле, я имею в виду, то, что подповерхностный максимум не существует. А вообще, слой фотосинтеза здесь был летом до 15 метров. Но еще один методический вывод уже сегодня мы посмотрели мы можем и можем делать заключение, что разными методами определяется фотосинтез, флюороцентным и радиокарбоновым. Так вот, они коррелируют, но в зависимости от глубины соотношения получаемые разными методами разные. Это тоже требует учета исследования. Еще важный вывод, но как бы известный процесс, что происходит бактериальная инструкция фитопланктона, который происходит и примерно 40% по нашим первым оценкам первичной продукции фиксируемой фитопланктоном уходит на питание бактериопланктона, то есть возвращается в поверхностный слой моря. Ну и то, что биомасса фитопланктона в основном содержании углерода имеет основные и именно она требует учета и оценки. Это как бы тоже очевидно, но у нас появились конкретные. Вадим Валерьевич. Это финиш. Я последняя фраза собственно по поводу опыта заключаю. Ну первое, что по инициативе университета Балтийского и его партнера политического деяния института океанологии мы стартовали, стали работать уже в этом году, с апреля, как вы заметили, и опыт в том, что срок короткий, два года у проекта пока, ну чтобы не терять этот год, вот мы даже без начала финансирования, работы начались, результаты получаются, мне кажется, это, ну такой, рекомендация коллегам из Дальнего Востока, если будете начинать, не теряйте время, если есть возможности, кооперируйтесь с академическими институтами и получайте, получайте данные, время не ждет. Ну и последнее, чем хотелось бы поделиться, я прослушал сообщения Дальневосточного университета, хочу напомнить, что в прошлом году сложился, я об этом говорил, сложился консорциум морской между тремя университетами, в том числе Балтийский федеральный, Севастопольский и Дальневосточный, так вот, в рамках, в рамках этого консорциума мы можем ограничиться не только магистрской программой, которая возникла с этого года, можно и дальше развивать как минимум образовательную часть, образовательную, насыщать карбоновый тематику карбонового полигона образовательной повестки. На этом спасибо коллеге и всем желаю успехов. Спасибо большое, Вадим Валерьевич. Я бы хотел для ощущения организаторов, у нас Рикардо Валентин не подключился? Нет, да? Хорошо. Тогда я предоставлю сейчас слово участникам нашей сессии, но хотел бы, в общем-то, задать такой общий вопрос для всех, наверное, все-таки Россию омывает 13 морей, и нужно ли в каждом из этих морей ставить такие работы по мониторингу потоков парникового газа, организовать там соответствующий карбоновый полигон? Этот вопрос пока что, я так понимаю, остается открытым. Первое слово я бы хотел предоставить Андрею Владимировичу Андреянову, академику Российской академии наук. Пожалуйста. Да, спасибо, коллеги. Действительно, вот оказывается, что с 16-го года Дальневосточный федеральный университет, лаборатория созданная Рикардо Валентине, занимается вот такими работами, и просто коллеги не знали, что это надо обозначить как карбоновый полигон, равно как вот наши замечательные партнеры Стихоокеанского кинологического института уже в течение лет, наверное, 50 ведут, 40 ведут исследования по углеродному бюджету, углеродному балансу, взаимодействия океан-атмосферы и по исследованию карбонового, в том числе и биологического карбонового насоса, физического насоса, который обеспечивает сток большого количества углерода в океан, но они просто никогда не называли морским карбоновым полигоном. Я вот хотел бы пояснить, откуда родилась вот эта идея, которую представил Кирилл Андреевич, такого вот распределенного трекового морского карбонового полигона. Понимаете, коллеги, на протяжении многих лет многократно в течение года суда, научные исследователи, на которых работают институты дальневосточного отделения, а сейчас еще и присоединился к ним Дальневосточный федеральный университет, ходят одним и тем же маршрутом, выходят из города Владивостока, идут вдоль побережья Приморского края, через пролив Лапируза заходят в Охотское море, идут вдоль Курильских островов с Ахотоморской стороны, через четвертый Курильский выходят в Тихий океан, двигаются вдоль Камчатки, двигаются вдоль Чукотки, заходят в Чукотское море, дальше в Восточно-Сибирское море Лаптевых. И вот это продолжается достаточно регулярно, судно идет туда, судно идет обратно. Таким образом, если на этом судне будет установлена соответствующая измерительная аппаратура, стандартизованная, мы можем получать совершенно колоссальный массив информации, в том числе в реальном режиме времени, и наконец-то понять, как перемещается углерод, как перемещается углекислый газ на границе самой большой суши и самого большого океана. А почему такое внимание к океану казалось бы в международной повестке, сейчас это отнюдь не востребовано, придет время и будет востребовано, давайте посмотрим, мы сейчас говорим про леса и правильно говорим про леса, начали говорить про почву, совершенно правильно начали говорить про почву, сколько у нас лесов? 8 миллионов квадратных километров у нас лесов, замечательно, а сколько воды под национальной юрисдикцией Российской Федерации? А 7,5 миллионов квадратных километров, из которых 5 миллионов это шельф, это мелководные районы с очень высокой продукцией, первичной продукцией фитопланктона с грандиозными совершенно поясами морских трав и морских водорослей макрофитов. Здесь работает мощнейший биологический карбоновый насос. Здесь обеспечивается сток углерода, ну, по крайней мере, мы будем это проверять сейчас, не меньший, чем обеспечивают наземные экосистемы. Если не больший. Поэтому, когда мы говорим, что наши леса – это не только экосистемы, обеспечивающие сток углерода, но ведь это еще и легкие планеты, которые выделяют кислород и выполняют экосистемную функцию для всего человечества. Вот эти грандиозные, реальные леса России. Но у планеты есть еще и легкие. Это фитопланктон, это пояса макроводорослей и морских трав в дальневосточных морях. Да как показывают исследования наших коллег из Института океанологии Шершова, и в арктических морях первичная продукция недооценена. И там, когда уходят льды и начинает работать очень мощный биологический насос, идет мощное цветение фитопланктона, затрагивающее столб воды в десятки метров. Придет время, и это можно учитывать, это можно положить на стол переговоров. Почему сейчас это не востребовано? Ну потому что инициатор Евросоюз, Европа, ну в частности Германия. Ей не интересно притягивать морские экосистемы. Они говорят о лесах. О лесах они тоже говорят очень специфически. Вы знаете, что вот по информации наших немецких коллег, гектар немецкого леса в пять раз больше обеспечивает сток углерода, углекислого газа, чем гектар российского леса. Нонсенс, казалось бы, лес и лес. А почему? Ну потому что в Германии в основном это молодые и средневозрастные леса, только 6% старовозрастных лесов, а в России 46% старовозрастных лесов. И логика очень проста. Ну старое дерево, как старый человек, куда ему еще расти? А молодые леса, они основные потребители углерода. Да, им расти надо. Но вот начиная с 2020 года появляются все больше и больше статей, которые показывают, что молодые леса, вот молодые лесонасаждения, особенно монокультурные, это не панацея. Потому что, ну да, идет фотосинтез, но значительное количество углерода, молодое дерево за счет стержневой корневой системы засасывает как раз из глубинных слоев почвы, где этот углерод уже захоронился на сотни и тысячелетия. То есть, понимаете, и здесь вот так вот не все ясно. Конечно, нужны измерения, нужны полигоны. Но здесь недостаточно сделать 10, 20, 30, даже 80 карбоновых полигонов. У нас только в европейской части нашей страны 150 типов леса. Вот так выделяют наши ботаники, специалисты, которые занимаются лесом. Каждая категория рассыпается на пять возрастных, от молодняка до старовозрастных и переспелых. То есть, нужна достаточно широкая мониторинговая сеть из точек. Но сейчас появляются идеи, что, может быть, это и не должны быть точки, а это должны быть ячейки и так дальше. Поэтому вот здесь сама идея карбоновых полигонов, безусловно, интересно ее надо поддерживать. А идея морских карбоновых полигонов, безусловно, да. Потому что, коллеги, да, наши леса обеспечивают в среднем, обеспечивают больше сток углерода, чем эмиссию, за исключением отдельных лет. И нынешний, 21-й год, будет годом, когда эмиссия превысит сток за счет вот этих чудовищных пожаров, которые сейчас полыхают на территории Сибири. Так было в 12-м году. Там тоже эмиссия превысила сток. А морские экосистемы, слава богу, не горят. И вот этот биологический насос в наших эпиконтинентальных морях, он как работал, так и работает. Давайте посмотрим. Японское море площадь. Один миллион квадратных километров. Охотское море. Одна и шесть десятых миллиона квадратных километров. Берингово море. Две и три десятых миллиона квадратных километров. Коллеги, это миллионы квадратных километров. С высочайшими показателями первичной продукции. Даже превышающими таковые у коллег в Балтике. Там граммы продукции на столб воды с площадкой один квадратный метр. Порядка двух гигатонн только первичной продукции в наших дальневосточных морях обеспечивается. Правда, понятно, что эта первичная продукция потом перераспределяется. И часть, безусловно, захоранивается, но часть возвращается. Но, тем не менее, совершенно грандиозные цифры. Вот все мы помним замечательный этот Камчатский инцидент. Мощнейший красный прилив вдоль Камчатки, вызванный динафлодилятами из рода Корения. Так вот, со спутников посмотрели, что это порядка 500 километров на 100. Площадь этого красного прилива. Если даже смотреть не по хлорофиллу, конечно, здесь нужно смотреть по флуоресценции. То есть, это должен быть активный хлорофилл, там, где идет нарабатывание первичной продукции. Вот если взять эту площадь, потом эти водоросли были выращены в культуре, измеренных объем, удельная плотность, все очень точно рассчитано. А тонны в сутки, тонны продукции на квадратный километр. В пересчете это миллионы тонн первичной продукции. Да, коллеги. То есть, вот эта идея морских карбоновых полигонов, она востребована с точки зрения науки, а через некоторое время, безусловно, будет востребована и в рамках международных взаимоотношений, когда все-таки мы пытаемся, так сказать, выяснить, какие экосистемы обеспечивают сток, какие эмиссию парникового газа. Поэтому я вот всецело поддерживаю идею Дальневосточного федерального университета в альянсе с академическими институтами, безусловно. Вот это дело. И еще, коллеги, вот у нас, к сожалению, через пять минут мы должны уже освободить зал. Только вам очень важно понимать для себя, прежде всего, и вот вам, Антон Павлович, понимать, в чем разница между полигоном и фермой. Потому что в том, что мы сейчас слушаем, эти понятия перемешиваем. Вот этих мох и котлет надо разделить. И то, и то очень полезно. Спасибо большое. Мы для себя очень четко разделяем, конечно, и ферму, и полигон, и понимаем, что в одном месте занимаются измерением потоков парниковых газов, а в другом разведением аквакультур, биоугля, разработками биоугля и так далее. И понимаем, что, в общем, задачи абсолютно разные. Хорошо, спасибо. Я бы предоставил слово, если вы позволите, Вячеславу Борисовичу Лобанову. Спасибо. Лобанович, Вячеслав Борисович, директор Тихоокеанского экологического института имени Личева. Ну, сказал уже Андрей Владимирович, что проблема отсекла углерода. Мы занимались в рамках программы J-GOS, такая была Joint Global Ocean Flaxis в конце 70-х, начале 80-х. И я даже участвовал в 78-м году в российско-советско-тогда американской экспедиции. То есть очень много сделано. Ну, кратко скажу, что если эмиссия, она точечная, значит, ее можно оценить, если говорим об индустриальной. Есть эмиссия, естественно, это выходы метана, которые сейчас все новые и новые факелы. Мы много лет занимались с Сахалином, сейчас открываем новые и новые факелы в Арктике, в Арктических морях. Это надо изучать. То есть здесь нужны трассы, полигоны, а не точки. Вот. Что касается вопроса, помогает ли Приморский край, в отличие от Сахалина. Все-таки, значит, здесь мы можем и другие ресурсы использовать. У нас есть международные программы, в которых мы участвуем. В частности, у нас программа мониторинга океана, глобальная система мониторинга океана с Японским метеорологическим агентством, с Сеульским университетом и с Корейской природоохранной морской компанией, наверное, КОЭМ такая, где мы установили аппаратуру на паромах. Паромы между Кореей и Владивостоком и планировали газовозные суда между Корсаковым и Кореей, которые бы мониторили вот эту часть регулярно. Вячеслав Борисович, я прошу прощения. У нас буквально 30 секунд осталось. Я просто хочу сказать, что вот этот ресурс, помимо поддержки края, есть ресурс участия в международных программах, и мы это готовы реализовать. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, я благодарю всех за дискуссию. В завершение предоставлю слово Кириллу Андреевичу. Извините. Дорогие друзья, приглашаю вас всех на подписание, которое сейчас состоится в час 30. Буду подписывать соглашение о создании консорсума, где также вам будут вручены подарки Института Мирового океана. Прошу не расходиться. Еще раз большое вам спасибо за участие в нашей сессии. Надеемся на дальнейшее взаимодействие с партнерами. Спасибо. 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 Продолжение следует...